В Лев-Клуб В Лев-Клубе ансамбль «Царский конвой» 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 «Царский конвой» «Спасибо» В Лев-Клубе ансамбль В Италии В Италии казаки? Да Не верю А зря ПЕСНЯ Ну так извините Это на русском Только под итальянскую мелодию Какой же это неаполитанское казачество? ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вот теперь-то я вижу, что я проиграл Итак, сегодня в гостях у Глеб-клуба ансамбль «Царский конвой». Спонсор программы – фирма «Мелисса» из Швеции. Ну, поскольку у нас сегодня играет «Царский конвой», то я думаю, что истории все будут у нас про царей, да, про государей. Кстати, Володя, в вашу очередь первому рассказывать историю. Алексей Алексеевич, я вам расскажу одну историю. Как известно, Петр Первый и святейший князь Меньщиков были большими друзьями, ну и, соответственно, много времени проводили вместе. Ну, зная, в общем-то, жестокий, вспыльчивый нрав Петра... Я бы сказал, крутой такой, да? Да, крутой. Он всегда, в общем-то, по вспыльчивости своей поколачивал Меньшикова палочкой. Даже ему доставалось? Да, ему доставалось себя. Полтора метра была палочка. Полтора метра была палочка, доставалось ему изрядно. Князь был мальчиком для битья в этом. И вот однажды они поспорили, повздорили, и Петр поколотил палкой Меньшикова, да так, что разбил ему нос в кровь, поставил огромный фонарь, и при этом выгнал его и сказал ему, чтобы я, тебя, щучий сын, больше никогда в моем доме-дворце не видел, чтобы твоей ноги больше не было. Конечно, Меньшиков ушел и вернулся через минуту. И как вы думаете, Алексей Алексеевич, в каком виде? Пьяный, что ли? Побит он, я бы сказал, и пьяненький. Он вернулся побитым на руках. То есть вошел на руках? Вошел на руках. Ну да, ведь Петр ему сказал, чтобы ноги больше не было, да? А он человек рабатывал. Вот такая вот история. Так правда это или неправда, я так понимаю, нужно решить? Ну, наверное, правда. Итак, Алексей верит и правильно делает, и зарабатывает первое очко. Вот это вот, вот так. Ах, Алексей, Алексей. Первое очко. Боля в клуб. Да. Николай Павлович отличался изрядным чувством юмора. Это известно по истории. И страшно ценил это чувство в окружающих людях. И однажды была вот такая история. Проезжая как-то в карете с цесаревичем наследником, будущим Александром II, и его воспитателем, знаменитым Жуковским, цесаревич вдруг видит на заборе слово трехбухвенное. А что, уже и в те времена писали на заборе? Было, батюшка. Даже гораздо раньше. Да. Ну, цесаревич, молот. А на какую букву уточнить? Можно из трехбухв нашим большим... Может, хорошее слово было написано? Да, может, хорошее слово. Может, мир был написан. Да, мир, мир, бир, бир, да. Было на букву Х сразу определять. Ну, цесаревич был молот. Что это за слово? И спрашивает, учитель у Жуковского, а что сие слово означает? Государь хмыкнул, отвернулся к окну, думает, как Жуковский будет выпутываться из этой ситуации? Жуковский подумал и говорит, так, ваше империще, высочество, сие слово означает повелительное наклонение, глагола ховать, все речь прятать. То есть совать, суй. Да, да. Государь хмыкнул второй раз. Подъезжает ко дворцу, цесаревич отошел, государь снимает большие золотые часы из пояса, протягивает Жуковского, говорит, ну, распотешил. В карман. Ну, не верю я, не верю. Итак, Володя не верит. А зря, а зря. Первый очковый, вот банан, вручаю вам. Давайте вместе сделаем так. Отлично. Спонсор программы – фирма «Мелисса» из Швеции. «Мелисса» из Швеции. «Мелисса» из Швеции. Тыnes не любишь, поцелуешь, милая моя. Эй, Люба, ты, Люба, ты, Любушка моя. Ты не любишь, поцелуешь, милая моя. Царский конвой! Васильевич, ваша история. А вы очень вписывайтесь, кстати, в царский. Да, у меня пиджачок подходит. Пиджачок. И брючки, и брючки черных. Черные чашечки и шашечки на месте. И шашечки. Только она вот все время, то ли у меня ноги короткие, касается пола. Коня надо, коня, коня, коня. Ну что же, история такова. Выезжаем мы как-то на гастроли, денег заработать. И не куда-нибудь, а в Киргизию, город Бишкек. Далеко. Да, где-то лето стояло. Ну, думаю, с работы. Жара страшная. Киргизы сидят, водку пьют чайхане. Никто не работает совершенно. И на концерты не ходят тоже. Ну что же делать? Те деньги, которые у нас были, мы, конечно, все не стратили. Надо сказать, скучно. Да, было пихихане. И просто в гостинице жарко. О чем вы говорите? Возвращаемся домой, в аэропорту. Встречает нас жен. Подбегает к одному из наших. Жена. Очень тревожная такая. И почти со слезами на глазах показывает нам телеграмму. Всем. Смотрите, что этот мерзавец мне прислал. Мы все сгрузились, читаем. Отдыхаем мы хорошо. Устаем только. Срочно высылай 25 рублей. Твой кормилец. Твой кормилец. Поехали деньги зарабатывать. Было или не было. Вот такая вот история. 25 рублей, говоришь? Ну, по тем временам. Ну, это по тем временам еще. Большие деньги. С 91-го года. Не верю. А это правда? А это правда? Ну, что, яблочко, Юрий? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Левая, правая, где сторона? Улица, улица, ты, брат, яна. Левая, правая, где сторона? Улица, улица, ты, брат, яна. И фонари так неясно горят. Смирно на месте никак не стоят. Так и мелькают туда и сюда. Эй, да вы пьяные все, господа. Левая, правая, где сторона? Улица, улица, ты, брат, пьяна. Левая, правая, где сторона? Улица, улица, ты, брат, яна. Какие веселые у вас песни, а? А, стоп, стоп, стоп. Раз уж вы сюда подошли, давайте так вот. Вот играют ваши товарищи. Ну, у вас-то наверняка тоже есть какие-нибудь истории, а? Ну, ага. Юрий, ну, давайте, в вашу очередь. Ну, все мы историю изучали нашего государства. Была такая история. Шла война со Швецией, и Петр Первый дал указ снять колокола, как известно, и перелить их в пушки. Это все, наверное, знают, помнят. Ну, все помнят. Конечно. Все, да, начало 18-го века все помнят. Дальше было так. 700-х годов. Дальше было так. После окончания войны духовенство пришло к Петру и потребовало вернуть ему эти пушки. Чтобы переплавить на... Чтобы переплавить на колокола, на колокола, совершенно верно. И как вы думаете, что ответил Петр Первый? Ну, знаю нраву, государь. Крепко. Правильно он сказал. Наверное, крепко ответил. Хер вам, а не пушки. Ты из песен слов не выкинешь. Это не я сказал. Вот. Духовенство ушло. Петр Первый скончался. И с той же просьбой духовенство пришло снова. Но уже к Екатерине Первой. То есть к его жене. К его жене, да. И повторили ту же самую просьбу. На что она им сказала. А она помнила эту фразу. И она им сказала. Миленький мой. Надо было брать то, что Петр предлагал. У меня и этого нет. Ну, я так думаю, это все-таки, наверное, анекдот. Асиний Алексеевич, это анекдот или правда? Вот вы, как историк, должны нам сказать. Поставить точку здесь. Это анекдот. Это анекдот. Ну, а ваша история, Михаил. Я знаю, подержу. Ну, иначе. У меня немножко попроще. Братья казаки, я из своего опыта, когда, будучи еще студентом театрального института, на четвертом курсе стою, курю в коридоре. Это только четвертому курсу разрешается. Вдруг слышу, кафедра открывается, сценической речи. Выходит второкурсник. Так, вот дверь. Да ты дура! Да ты так! Оттуда слышно голос педагогини. Да сам ты дурак! Да вот! Да ты! Вон прям, а-а-а! Дынь! Я аж курить перестал. Выходит, педагогиня, увидел меня и говорит, ой, что-то я все трачусь, трачусь, трачусь. Вот такая вот история. Спасибо. Ну, это, я так понимаю, уже был, наверное, да? Я не верю, что он курить бросил. Спонсор программы – фирма «Мелисса» из Швеции. Как на грозный терек на высокой берег Выгнали казаки сорок тысяч лошадей И покрылся терек, и покрылся берег Сотнями порубанных, пострелянных людей Любовь, братцы, Любовь, Любовь, братцы, Жить с нашим Атаманом не приходится тужить Любовь, братцы, Любовь, Любовь, братцы, Жить с нашим Атаманом не приходится тужить А первая пуля, Первая пуля, А первая пуля Дура ранила коня, А вторая пуля, А вторая пуля, А вторая пуля В грудь ударила меня Любовь, братцы, Любовь, Любовь, братцы, Жить с нашим Атаманом не приходится тужить Любовь, братцы, Любовь, Любовь, братцы, Жить с нашим Атаманом, Любовь, голову сложить Группа Царской гормой! Спасибо! Ну что ж, Сергей, теперь ваша очередь рассказать историю. Правда, выбирайте кому. Алексей Алексеевич. Да, Алексей Алексеевич, если не применнейший. В свою юность ходил я все время в мундирах. Люди кричали, о, белогвардейцы идут. По улицам, 80-е годы, мало кто. А, это военно-историческое. Ну, не совсем да. А у вас юность продолжается, да? Да, это вечный бой, покой нам только снится. И однажды ходили мы походами вокруг славного города тогда еще Ленинграда. Ну, представьте, это где-то вот 88-й год. Вот, везде красные знамена, трехсветных не было еще. Идет группа людей в белогвардейской форме. А это как бы такие походы военно-исторического общества, да, наверное? С шевронами, все в оружии, в шашках, с трехлинейками. Ну, как я сейчас. Да, 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 да. Немножко грязные, ну, окопы, ну, понятно, война идет. Подходим, видим ферма. Думаем, молочная. Ходят мужики какие-то, сено там. Ну, ферма, это за границей было в 88-м году? Нет. Колхоз по-нашему. Колхоз, да, это уже у нас лексикон испорчен. Колхоз нашим языком сказать. Вот. Носят сено, мы отделяемся от группы, группа стоит на таком живописном холме, развивается трехсветное знамя там. Мы втроем подходим. Ну, точно, вот с картинки сошли, вот из окопа вылезли, подошли. Метров за 10 мужики нас замечают, останавливаются, выбегают еще несколько вилл и наперевес. Гостей встречаем. Пауза. К Чапаеву попали. Да, пауза. Мой товарищ говорит, здорово, мужики, бог в помощь. Ага. Мужики, ага, и вам здорово. Пауза. А что это вы тут делаете? Вдруг, говорит, один из них. Ну, мы возьми и скажем, да вот, понимаешь, милейший, ходим тут по округе. Сельсоветы палим. Лед был сломан в мгновение ока. Мужики кинулись в обнимку и сказали, родненькие, стали тянуть за рукав. Говорит, вот за тем холмом у нас сельсовет. Пойдем с палим. 87-й год. Алексей Алексеевич, ну, дело шло к 91-му году, верю. А это правда, а это правда. И от третья очков, вот этот ананас, Алексей, вручаю вам и поздравляю вас с выходом в финал. Вы уже в финале. Вот командир всегда должен быть впереди, на лихом коне. Баляв в клуб. Да. Скажи мне, маменька, скажи мне, родная, Что же я за горюшка, Свету неугодная. Что же я за горюшка, И нету с меня проку. И вот мне грустно от того, Стало ненароком. Эй, ты уйми, зимай, я горюшка, Эй, куда же я такой горюшка, На высокую скалу я хотела забраться, Чтобы близко к облакам оказаться, Чтоб дышалось мне легко. Чтобы крылья смог расправить, Да, видно, плохие мои дела, Меня, мама, уже не исправить. Эй, кто жуй мед в яску мою? Эй, устаю ли я на караю? Замечательно! Царский конвой! Итак, Сергей, ваша история для Владимира. Ну, история-то такая, в общем, Тоже историческая. Однажды, к Николаю Павловичу, К Николаю Первому. А вот чувствуется знаток Николая Павловича. Просто юморной был человек страшно. Девух его. Тебя Европа дрожала. Да. Шутил. Пошутить любил, да. Ну, как я уже говорил, С ним тоже любили пошутить, Ну, шутки-шутки. Всякие разные бывают. Ну, такая история, что Прискакивает к нему однажды Прискакивает. Оберплицмейстер, да. Прискакивает просто В лихом конец. Весь такой нервный. Весь просто... Ну, умирает сейчас. Шашка волочится, как у меня. Да, слезы из глаз. Говорит, Ваше императорское величество! Зимний горит. Срочно в карету с оберплицмейстером. Фамилия тому оберплицмейстеру Была Бутурлин. Приезжают к зимнему. Зимний цел. Государь опешил. Говорит, В чем дело, голубчик-то? Зимний не горит. Так что, Ваше императорское величество с первого апреля. Государь Государь страшно рассердился. Пошутковал. Говорит, Дурак ты, Бутурлин! И не подумай, что ради шутки говорю. Завтра приходи, то же самое услышишь. Хорошая история. История была, не была, я так понимаю. Не верю. Итак, Владимир не верит и правильно делает и зарабатывает второй очко. Я поздравляю. Николай Павлович. Спонсор программы – фирма «Мелисса» из Швеции. Значит, 1812 год. Война. Мы сдали Москву. Мы. Мы сдали Москву. Да, это было… Ну, мы, в смысле, русские. В молодости, да. Русские сдали Москву. Мы сдали Москву. Ну, не просто сдали, конечно, как вы знаете из истории. Ну, посовещавшись. Да. Вывезли все продовольствие. Ну, в общем, ничего не оставили бедным французам. Да и зиму еще такую заказали, что мама не горюй. Ну, и французики шалили, значит, по окрестностям. Ну, а казачки да партизаны их поколачивали, да поколачивали насмерть, как известно. И немногие возвращались-то обратно-то. Французики. Да. Ну, вот недалеко от Москвы есть деревня, дай бог памяти, село Верхнее. Село Верхнее. Да. Село Верхнее. Ну, это за нижним сразу же. Да. Недалеко от среднего. Недалеко от среднего. Такое. Сам знаешь. Слева, да? Помнишь? Ну, и французики заходят в хату. В хате бабушка. Ну, они. Бабушка. Они знают бабушка. Шарами. 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 Нет. Шарами не было. Бабушка, бабушка, млеко есть? Бабушка говорит, нету млеко, нету млеко. Бабушка, а муму-то есть у тебя? Муму. Ну, не Тургеневская мумуская. Да. Муму есть. Она нету, муму. Коза есть. Они. Коза, казак! И убежали. Ха-ха-ха-ха. То есть, приняв коза за казаков. Да. Вот такая вот история. Вот там карточка. Правда или нет? Можно я над ней рукой положу? Экстрасенс? Да. Нельзя. Ха-ха-ха. Тогда нельзя. Может, сработать. Ну... Не, не верю. Итак, Сергей не верит. И правильно делает. И зарабатывает третье очко. Вот это на нас. И тоже завоевает право играть в финале. Я поздравляю. Я думаю, по этому поводу надо... Итак, Володя, мне очень жаль Мне очень жаль расставаться на финальную часть игру Но все равно от нашего спонсора Вам за третье место в сегодняшней игре Пожалуйста, примите Вот этот вот пылесос Да Честно скажу А вот шашка волочится Ребята, вам за то, что вы здесь стоите Мужественно Я тоже от нашего спонсора хотел бы сделать Честно говоря, шашка мешает Потому что просто волочится Вот этот вот чайник Вот этот вот утюг И больше того, я знаю, что у вас Есть еще один человек в команде Он просто сегодня не смог быть Поэтому, пожалуйста, передайте ему Хорошо, передайте Ну а мы пока посмотрим Рекламу Пятно Настоящее молоко Итак, сейчас в блингклубе начинается финальная игра В которой играет группа «Царский конвой» Итак, по всем каверзных вопросам Кто вышел в финал первый? Алексей, по-моему, вы, да? Итак, первый вопрос вам Верите ли вы, что японцы Японцы При проектировании небоскребов Учитывают такой факт Чтобы отраженный от окон свет Не ослеплял птиц О, какие японцы О птичках заботятся Чтобы птичек не ослеплял свет Чтобы птицы не ударялись Бабах головой в небоскребы Нет Не верите, а зря Это действительно так Вот такие японцы Заботливые ребята Сергей, вопрос вам Верите ли вы, что Петр Первый Очень любил устраивать Следующую шутиху Он поил слона водкой Который выливал ее Из хобота на горожан Приощая и таким образом К празднику Кстати, Петр Первый Значит, слон водку Значит, пьет И в горожан В Петербурге Вот такие вот шутиху устраивал Петр Сей Водку Верю Верите, а зря Слоны бы тогда пьяные Лежали бы по всему Петербургу Алексей, вопрос вам Верите ли вы, что Существует лекарство От неверности То есть, выпил И на сторону не пошел Ну, мужчинам обычно Его прописывают Выпил и Все нормально Дома остался Пор что ли Лекарство от неверности От неверности Нет Не верите и правильно Делайте Счет 1-0 В вашу пользу Сергей, вопрос вам Верите ли вы, что Вот уже 155 лет В Венском филармоническом оркестре Не играла ни одна женщина То есть, в этом оркестре Играют только мужчины В Венском филармоническом оркестре Только мужчины 155 лет Я как казак скажу Да Верите и правильно Делать это действительно так Счет 1-1 Алексей, вопрос вам Верите ли вы, что Ковардак Ковардак Это знаменитый чешский художник У которого в мастерской Всегда был страшный бардак То есть, у ковардака Всегда был страшный бардак Может художник бардак Фабрика Не, не, не Чешский ковардак А, ковардак, да Верите? А зря Сергей, вопрос вам Верите ли вы, что Вышедшие из строя деньги В России, да Сбрасывают в пустующие Ракетные шахты Потому что, оказывается Выяснилось, что деньги Если их изжигать Они там какое-то Вот такое очень вещество Делают страшное Что нельзя Да, издают И поэтому их сбрасывают В ракетные шахты Пустующие И там, естественно Замуровывают Они так там лежат Так что у нас все, видите По делу используются Деньги туда Ракеты туда Шахты тоже используются Даже при сокращении Ракетных вооружений Шахт не хватит Не верю Не верите, а зря Это действительно так Это действительно так Счет по-прежнему 1-1, да, по-моему? Будешь по ходу Вот куда деньги Алексей, вопрос вам Верите ли вы, что Язык тоже может загорать Если его долгое время Держать на солнце Обычно там Болтаете, например С кем-то на солнце Нет, наш Человеческий язык То есть таким образом На солнце Разговаривать Не верите И правильно делать И счет 2-1 В вашу пользу Сергей, вопрос вам Верите ли вы, что В Америке новые противогазы Испытывают в вольерах Где живут скунцы Ну, потому что Не очень вредно Для человека А все остальные газы Верите, а зря Алексей, вопрос вам И верите ли вы, что Тетрадка в клеточку Была изобретена После первого морского боя Нет И правильно делать И счет 3-1 Только пишите, что Вы угадали Я бы сказал так Счет 3-1 В вашу пользу Сергей, вопрос вам Верите ли вы, что Ученые установили Что раки все-таки Умеют свистеть Поэтому поговорка Пока рак свистнет Потеряла свою актуальность Раки все-таки Тихонечко свистят Нет, не верю Не верите И правильно делать И счет 3-2 Правда в пользу Алексея Алексей, вопрос вам Верите ли вы, что Дятлы Для того, чтобы птенец Быстрее появился На свет из яйца Начинают его Немножко долбить Чтобы птенец Таким образом Выбрался из Что Вот так вот Дятлы Ток-ток-ток По яйцу И птенец Сам оттуда Чисто профессионально Чисто профессионально Конечно Конечно Верите? Да А зря Зачем дятлы тогда нужны Счет 3-2 Но по-прежнему В вашу пользу Сергей, вопрос вам Верите ли вы, что Наряду с термином Радиоактивность Существует термин Радиопассивность Радиоактивность Радиопассивность Радиоактивность Радиопассивность Нет Пожалуй нет Не верите Не верите И правильно делать И счет становится 3-3 Алексей, вопрос вам Верите ли вы, что У лошадей У лошадей В отличие от людей За последние 50 лет Результаты в беге Стоят на месте То есть не изменяются Вот люди, например Они с каждым годом Все бегут быстрее А в лошади Оказывается Вот уже достигли Своего предела А есть соревнования В генофон Ну конечно же Они же скачут там Вот эти вот Всякие Лошади Ну скачут Есть же специальные дистанции Там в каждом городе Специальные дистанции Засекают время какое Как в прошлом году И как например 50 лет Вот уже Ничего не меняется Лошади достигли совершенства Уже быстрее бежать не могут Все Генофонд уже исчерпан Лошадины Я думаю Что они могут развиваться И дальше То есть вы не верите Или верите Конечно могут быть Другие результаты Могут быть другие результаты Нет Других результатов быть не может Потому что действительно У лошадей уже предел То есть человек уже В разведении лошадей Достиг совершенства Счет по-прежнему Остается 3-3 И Сергей Вопрос вам Верите ли вы Что в ресторанах Высшей категории Официантами всегда Работают мужчины Чтобы официантки Своими стройными ногами Не отвлекали гостей от еды Да Верите И правильно делать Это действительно так Это действительно так Настоящий мужчина И вы сегодня побеждаете Со счетом 4-3 В этой игре Я прошу вынести Открытие тех телезрителей Которые поставили на карту Валет Черги Пожалуйста Жанна Сергей Любую открытку Какую ей нравится Ну тут вот Кстати вот есть Даже вот смотрите Ну что мне подсказывают Интересно Что вы выберете Как вот представитель царского конвоя Да Зверюшки Я думал вы Петербург выберете А вы какую-то зверюшку нашли здесь Ну что ж Зверюшка Московская область Город Нарафаминск Улица Латынская Дом 1 Квартира 6 Кужила Лилия Сергеевна Мы вас поздравляем Теперь у вас дома будет звонить Вот такой телефон С автоматическим Определенным номером Который сейчас вынесла Жанна И кроме того Мы посылаем вам Вот такую вот кассету В Лев Клуб Избранная Будете смотреть Будете нас вспоминать Ну а Жанна Что сказать о вас Вы нам написали Вы мечтали вот так вот выйти Постоять такой Хорошей компанией Смотрите какие мужики А А Ну я по сравнению с вами Сами понимаете Что я только с шашкой стою Жанна я вас поздравляю Вот мужики вы нашли Алексей Вам За второе место В сегодняшней игре От нашего спонсора Я с большим удовольствием Хочу вручить Вот этот вот комбайн И вот этот вот Чудо электрогриль Это вам Электрогриль Да Сергей Вам За первое место В сегодняшней игре От нашего спонсора Я хочу вручить Вот эту вот Микроволновую печь Сюда Сюда Но это фен Будете Им тоже Немножко Чем бы делать Итак Сегодня В блевклубе Играла группа Царский конвой Михаил Глазунов Юрий Сергеев Алексей Фадеев Владимир Цапенко И Сергей Мазуренко Царский конвой Ну я думаю Что нужно Закончить Все это дело В хорошей песне Юнкеров Аплодисменты 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 Казеного вина Эй Песнь моя Любимая Буль-буль-буль Бутылочка Казеного вина Эй Буль-буль-буль Бутылочка Казеного вина Эй Песнь моя Любимая Буль-буль-буль Бутылочка Казеного вина Эй Эй, 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 эй! Эй, 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 эй!